Здравствуйте, меня зовут Хорошев Александр, преподаватель кафедры туризма. Сегодня мы поговорим о дисциплине лёгкоатлетика с методикой преподавания. Первая тема нашей дисциплины – это структура и содержание предмета лёгкоатлетики. Первое – классификация общей характеристики лёгкоатлетических видов. Классифицировать лёгкоатлетические виды можно по различным параметрам группы видов лёгкоатлетики. Половой и возрастной признаки, место проведения, основу составляют пять видов лёгкоатлетики. Это такие, как ходьба, бег, прыжки, метание и многоборье. Классификация по половому и возрастным признакам. Мужские и женские виды для юноши и девушек различных возрастов. В последней спортивной классификации по лёгкоатлетике у мужчин считывается 52 вида спорта, проводимых на стадионе, шоссе и пересечённой местности. И 14 видов, проводимых в помещении. У мужчин 56 и 15 видов соответственно. Следующая классификация вида спорта проводится по местам проведения тренировок и соревнований. Стадионы, шоссе, просёлочные дороги, пересечённая местность, спортивные залы и манежи. По структуре лёгкоатлетические виды делят на циклические и ациклические и смешанные. А с точки зрения преобладающего проявления какого-либо физического качества, скоростные, силовые, скоростная выносливость, скоростная выносливость, специальная выносливость и рассмотрим группы видов лёгкоатлетики. Ходьба. Циклический вид, требующий проявления специальной выносливости, проводящейся как у мужчин, так и у женщин. У женщин проводятся заходы на стадионе 3, 5, 10 километров. И в манеже 3, 5 километров. На шоссе 10 и 20 километров. У мужчин проходят заходы на стадионе 3, 5, 10 и 20 километров. В манеже 3, 5 километров. На шоссе 35 и 50 километров. Классические виды у мужчин 20 и 50 километров. У женщин 20. Следующий бег делится на категории. Гладкий, барьерный бег, бег с препятствиями, эстафетный бег и кроссовый бег. Гладкий бег. Циклический вид, требующий проявления скоростной выносливости. Это от 300 до 600 метров. Спринт или бег на короткие дистанции проводятся на стадионе и в манеже. Дистанции 30, 60, 100 метров и 200. Из них 100 и 200 метров классические. Эти дистанции одинаковые как для мужчин, так и для женщин. Длинный спринт проводится на стадионе и в манеже. Дистанции 300 и 400 метров. 400 из них классическая. Бег на выносливость. Средние дистанции. 800 классическая дистанция. 1 километр, 1,5 километра классическая дистанция. Одна миля проводится на стадионе и в манеже у мужчин и у женщин. Длинные дистанции. 3 километра, 5 километров, 10 километров. Из них две последние классические. Проводятся на стадионе и в манеже только 3000 метров. Одинаковые так же как для мужчин, так и для женщин. Сверх длинные дистанции. 15 километров, 21 километр, 42 километра классическая дистанция. И 100 километров проводится на шоссе. Возможен старт и финиш на стадионе. Одинаковые как для мужчин, так и для женщин. Ультра длинные дистанции. Суточный бег проводится на стадионе или шоссе. Учитываются мужчины и женщины. Так же проводятся соревнования на 100 миль и 1300 миль. Самую длинную дистанцию непрерывного бега. Барьерный бег по структуре смешанный век требует проявления скорости, скоростной выносливости, ловкости, гибкости. Проводится у мужчин, так и у женщин на стадионе и в манеже. Бег с препятствиями по структуре смешанный век требующий проявления специальной выносливости, ловкости, гибкости. Проводится у женщин и у мужчин на стадионе и в манеже. Дистанции 2000 метров, дистанцию у мужчин 2000 метров и 3000 метров. В скором времени этот вид бега станет олимпийский. Эстафетный бег по структуре смешанный вид, очень близкий к циклическим видам спорта. Требующие проявления скорости, скоростной выносливости и ловкости. Классические виды 4 по 100, 4 по 400 проводятся как у мужчин, так и у женщин на стадионе. В Манеже проводятся соревнования по эстафетному бегу на дистанциях 4 по 200 и 4 по 400 метров. Одинаковые как для мужчин, так и для женщин. Также могут проводиться соревнования на стадионе с различной длиной этапов. Это 800, 1000 метров и 1500 метров. И разным их количеством проводятся эстафеты по городским улицам с неодинаковыми этапами. Раньше большой популярностью пользовались такие эстафеты, как так называемые, как шведские. Это 800 метров, 400, 200 и 100 у мужчин и 400, 300, 200 и 100 у женщин. Кроссовый бег. Бег по пересеченной местности. Смешанный вид, требующий проявления специальной выносливости и ловкости. Всегда проводится в лесной или парковой зоне. Задача и содержание курса легкой атлетики в системе подготовки специалистов физической культуры на факультете физической культуры для педагогических вузов. Легкая атлетика, как учебная дисциплина, занимает одно из ведущих мест в процессе подготовки специалистов физической культуры и спорта. Такое же место она и занимает в физическом воспитании студентов неспортивных факультетов, помогая повысить уровень физической подготовленности, овладеть необходимыми двигательными навыками и умениями. Основными задачами курса легкой атлетики являются освоение теории знаний студентами факультета физической культуры, формирование двигательных умений и навыков в процессе изучения технических видов легкой атлетики, формирование особенностей и правильности строения процесса обучения, развитие необходимых физических качеств для эффективного изучения техники движения и достижения высоких спортивных результатов, как в легкой атлетике, так и в других видах спорта, формирование умений и навыков в тренерской деятельности в различных видах легкой атлетики, выявление и развитие способности к ведению научно-исследовательской деятельности и использованию полученных материалов практической работы. Тема номер два. Организация и проведение и элементарные правила соревнований по легкой атлетике. Виды и характеры соревнований по легкой атлетике. Соревнования по легкой атлетике проводятся на открытом воздухе в стадионе, шоссе либо лесной массив и в закрытых помещениях. Это спортивные залы и манежи. В программу соревнований на стадионе могут входить все виды легкой атлетики. На шоссе обычно проводят соревнования на длинные, сверхдлинные и ультрадлинные дистанции. Ходьба, начиная с 10 километров и больше, бег с 10 километров и больше. В лесном массиве проводятся кроссовые соревнования или бег по пересеченной местности. В закрытых помещениях проводятся соревнования по тем видам легкой атлетики, проведение которых возможно только в условиях помещения. По характеру соревнований подразделяются на личные команды и лично-командные соревнования. Все соревнования проводятся согласно положению, составленному и утвержденному соответствующей организации. Положение – основной документ соревнований, который руководствуется судейской коллегией и их проведением. Изменить положение, внести добавки или поправки может только главная судейская коллегия совместно с представителем организации, проводящей соревнования. В положение включают в себя следующие пункты – цели и задачи, место и время проведения соревнований, руководство соревнований, участвующие организации и участники соревнований, программа, желательно по дням и часам, состав команды, количество видов для участия одного участника, порядок и условия определения личного и командного первенства, награждения, условия приема организации участников, сроки и условия предоставления заявок. Положение не должно противоречить действующим правилам соревнований и не содержать в тексте двоякого смысла. При распределении программы соревнований по дням и часам необходимо учитывать Количество видов, проводимых на данных соревнованиях. Количество отводимых на соревнованиях дней, времени и суток, в которые проводятся соревнованиями. Наличие искусственного освещения. Предполагаемое количество участников и в отдельных видах программы. Количество секторов для прыжков и метаний. Наличие дополнительных секторов возможности проведения в одно и то же время. Возможность совмещения участниками соревнований родственных видов программ, например, 100 метров, 200 метров и прыжка в длину метания, толкания диска и толкания дыра и так далее Проведение видов соревнований в нескольких кругах, например, забеги, четвертьфиналы, полуфиналы и финалы Самый простой способ распределения программы по дням, например, ранжирование беговых видов по возрастанию Нечетные виды проводятся в первый день, четные во второй Если соревнования проводятся в три дня, то первый вид – первый день, второй вид – второй день, третий вид – третий день, четвертый вид – первый день Отменить или перенести соревнования может только организация, проводящая их Отменить или отложить начало соревнований в отдельных видах имеет право только главный судья если непригодно или неподготовлено место соревнований, отсутствует или не соответствует проведению соревнований, оборудования и инвентарь, неблагоприятные метеорологические условия, отсутствует медицинский персонал, на старт вышел один участник или одна эстафетная команда. Элементарные правила соревнований по лёгкой атлетике. Современная лёгкая атлетика проводится по возрастным группам, в группе взрослых могут участвовать без ограничений, причём юноши младшего возраста могут участвовать в соревнованиях в последующей возрастной группе, а юноши старшего возраста в младшей возрастной группе участвовать не могут. Соревнования у мужчин и у женщин проводятся отдельно, смешанные по половому признаку старты не проводятся. К соревнованиям допускаются только участники, имеющие медицинское разрешение. Участник соревнований обязан знать правила положения и условия проведения соревнований. Участнику не разрешается получать какую-либо помощь во время соревнований, кроме медицинской, но если она требуется. При повторном замечании судья имеет право дисквалифицировать спортсмена. Участник может быть снят соревнований за явную неподготовленность. При участии в нескольких видах программы участник обязан сначала выступить в беговых видах по расписанию, а затем на видах прыжки или метания, где он выступает по той попытке, на которой он успел. На видах прыжках в высоту и прыжки в шестом он начинает соревнования с той попытки и с той высоты, на которой он успел. При неявке участника на финальное соревнование его место не может быть занято другим спортсменам. Участник, не явившийся для участия в соревнованиях следующего круга, снимается с соревнований. Если участник без уважительной причины не вышел на старт в заявленном видах, он снимается с участия в других заявленных видах. Все вопросы об участии в данном виде программы участник должен решать со старшим судьей на виде. Тема номер три. Техника спортивной ходьбы и бега. Ходьба – это естественный способ передвижения человека. Спортивная ходьба отличается от простой ходьбы более высокой скоростью передвижения, ограничением техники передвижения, правилами соревнованиями и другими техническими моментами. Техника спортивной ходьбы имеет циклический характер, то есть определенный цикл повторяется многократно на протяжении всей дистанции и в отличие от других циклических видов легкой атлетики, жестко ограничен правилами соревнований. Основу техники спортивной ходьбы составляет один цикл действия, который состоит из двойного шага, шага левой ноги и шага правой ноги. Цикл содержит два периода одиночной опоры, два периода двойной опоры, два периода переноса маховой ноги. Техника спортивной ходьбы. Зарождение и становление спортивной ходьбы как вида легкой атлетики относится к середине XIX века. Впервые соревнования в ходьбе на 7 миль были проведены в Англии в 1867 году. Это характеризует первый этап соревнований на сфер длинной дистанции. Проводились соревнования. Вена-Берлин 578 км, Париж-Бельфор 496 км, Турин-Марсель-Барселона 1100 км. Он продолжался вплоть до включения соревнований по спортивной ходьбе на 3-5 км и 10 в Олимпийскую программу Олимпийских игр в 1908 году в Лондоне. Проведенные исследования показали, что во время ходьбы в работу включаются все группы мышц человека, а сердечно-сосудистая система работает в самом оптимальном режиме. Спортивная ходьба связана с проявлением таких качеств, как выносливость, быстрота, координация движения. Скороходу также необходима гибкость в нижних конечностях, высокая подвижность тазобедренных и голеностопных суставов, сильные мышцы спины и сильная хорошо растянутая мускулатура подвздошной части живота. Человек, идущий спортивной ходьбой, отличается от человека с обычной ходьбой тем, что у него очень незначительное двухопорное движение. При современных скоростях отличается, что двухопорное положение вообще отсутствует у скорохода. Проходит активное движение в тазобедренных суставах вокруг вертикали оси. Для более активного продвижения ходока опорная нога в коленном суставе выпрямляется. Спортивная ходьба имеет много общего с обычной ходьбой, но и в то же время отличается от нее большой координацией и сложностью, эффективностью и относительно экономичностью. Основные отличия спортивной ходьбы – высокая скорость передвижения, высокая частота передвижения, достигающая 200 и более шагов в минуту. Длина шага превышает 100 см, а у ведущих скороходов от 115 до 120 см. Выпрямляемая опорная нога с момента постановки до момента вертикали. Значительные движения таза вокруг вертикали оси. Активные движения рук. Научные исследования позволили определить основные характеристики техники ходьбы. Угол наклона туловища и величина вертикали колебаний общего центра массы тела. Длина и частота шагов и их зависимость от скорости ходьбы. Период фазы ходьбы. Уменьшение длительности двойного опора с увеличением скорости ходьбы. Критический темп, критическая скорость ходьбы. Продолжительность двухопорного периода в несколько раз меньше продолжительности опорного периода в зависимости от скорости. Основы техники бега. Виды легкотеческого бега делятся на гладкий бег, бег с препятствиями, бег по пересеченной местности и имеют общие основы, хотя в каждом виде есть свои нюансы. Бег, как и ходьба, относится к техническим видам, где движение включает двойной шаг. Вместо периода двойной опоры в ходьбе в беге имеется период полета. В беге можно выделить период одиночной опоры, период полета, период переноса массы маховой ноги, который совпадает с периодом опоры. В беге, как и в ходьбе, руки и ноги выполняют согласованные перекрестные движения. Встречные перекрестные движения осей таза и плеч, позволяя сохранить равновесие, противодействующее боковому развороту тела бегуна. В периоде опоры в беге, так же, как и в ходьбе, две фазы. Фаза амортизации и фаза отталкивания. Скорость бега зависит как от длинной шага, так и от чистоты шагов. Оптимальное соотношение этих параметров характеризует ритм бега и рациональность в технику бега. Чтобы увеличить скорость бега, необходимо, во-первых, работать над уменьшением времени опоры, то есть при той же силе отталкивания уменьшить время отталкивания, так как период опоры и период переноса связаны друг с другом. То уменьшение времени опоры зависит и уменьшением времени переноса и наоборот. То есть быстрое сведение бедр и быстрый перенос бедра маховой ноги вперед уменьшает время переноса. И, следовательно, могут быстрее выполнить отталкивание за меньшее время. Быстрый съем толчковой ноги с опоры после отталкивания также убыстряет перенос ее вперед. Субъективное ощущение, которое должно возникать при этом такое, словно убираем ногу с раскаленного песка, чтобы не обжечь. Технику движения рук в беге зависит от скорости бега. На коротких дистанциях, где задача бегуна заставить максимальную скорость, амплитуда движения рук наибольшим. Скорость движения рук совпадает с частотой беговых шагов. Чистота движения рук и ног взаимосвязана между собой. Руки согнуты в локтевых суставах под углом 90 градусов, движутся вперед и несколько внутрь, затем назад и несколько кнаружи. В беге на короткие дистанции движения рук приближаются к направлению движения бегуна. С уменьшением скорости бега амплитуда движения рук уменьшается. Также несколько уменьшается и направление. При выносе руки вперед она больше приближается к средней плоскости, а при движении назад больше отводится к наружу.